Вы слушаете канал жааш.клаб, заносивая школьница. В школе Лиза Кичливская перед всеми подругами издевалась над Олечкой. Гимназистка обозвала Олю нищей некрасивой свиньей из-за ее бедности. Оля терпела издевки Лизы, пыталась не сопротивляться лидерам школы, запомни одно, некрасивые не добиваются ничего в своей жизни, а только красивые, высокомерно сказала Лиза. А потом взяла подбородок Оли и подняла так, чтобы разглядеть Алины глаза, «Ты здесь никто и звать никак, а я звезда и добьюсь всего», дала пальцем по подбородку Оли и ушла Кичлива, подняв высоко голову, чтобы все знали, что Лиза самая крутая школьница. Лиза Кичливская – высокомерная, гордая ученица школы. Ее родители богатые людьми всей Москвы. Они держали завод по изготовлению шоколада. Шоколад продавали по всей России, даже по всей Европе. Лиза в школе училась плохо, не знала ни одного иностранного языка, на уроке родного языка допускала ошибки при правописании, а в географии не знала, где Ирландия и Италия. А как Лиза с учителями разговаривала, даже мои одноклассники позавидовали. Она нагло уходила с урока, нахамив учительницы, а классному руководителю врала часто. Бедные учителя. Они не могут усмирить строптивую девицу. Оля родом из бедной семьи. Ее родители работали на заводе каждый день, каждые сутки. А мама ночью работала в трактире, оплатили мало. Оля из-за всех сил помогала родителям, даже устроилась на работу. Оля всегда была мишенью издевательства Лизы. Лиза издевалась над Олечкой из-за нищеты и уродства, но Оля не была уродкой. Она была красавицей, даже ее родная мать говорила. Лиза снимала девушку на телефон и говорила гадости. Олечка хотела отомстить Лизе за наглость, но ее мать говорила не МСТИ, а подожди, пока Бог не отомстит им, может, действительно высшие силы помогают нам. Время шло. Лиза издевалась над Олей, а Оля терпела наглость от девицы. Наступил день экзамена. Все выпускники волновались, ведь это особый день. Балы решают за тебя судьбу и будущее. Возле школы собрались все выпускники. Оля стояла возле ворот и смотрела вниз. Парни спрашивали Олю, как правильно решить примеры, чтобы узнать, тупая она или нет. Когда Оля рассказывала, то парни смеялись над ней, даже девушки. Вскоре на Мерседесы приехали Лиза и гордо подошла к школе. Она кичливо посмотрела на Олю и подошла к двум парням. Внутри школы Лиза смеялась и говорила Оле, что она не сдаст экзамен, спросила девушку из другой школы, сдаст ли Олечка экзамен или нет. Та отвечала, нет, не сдаст. На экзамене, когда раздавали кимы, Лизонька думала, что сдаст экзамен, потому что она красивая и умная. Но получив кимы и бланк, сразу поняла, что ничего не знает, ни правил, ни теорем, ни уравнений. Лиза просто сидела и ничего не делала. Она вспоминала, что говорили в школе, уроки репетиторы, но бесполезно. А Оля быстро решала примеры, как орешки. Она ходила на консультации, выполняла задания. Оля вышла раньше Лизы. Так прошли экзамены по предметам. Оля быстро сдала экзамен, так как она выбрала три предмета, а Лизе сдавала еще один предмет. Результаты по всем экзаменам были отрицательными, что отец Лизы был рассержен на свою дочь, а Лиза просто хлопала ресницами. В июне 17-го числа была репетиция выпускного. Все выпускники находились на площади. Сначала репетировали торжественную часть, а потом танец. В конце репетиции Лиза пригрозила Оле, только попробуй наступить на платье, я тебя на площади урою. Оля испугалась угроз Лизы. Она боялась, что высокомерная гимназистка убьет из-за платья. Наступил выпускной. Все были нарядные, девушки были в роскошных платьях, а мальчики – в роскошных костюмах. Лиза была в роскошном длинном белом платье, а Оля – простом зеленом платье, которое подарила тетя два года назад. Высокомерная Лиза посмеялась на толей, а остальные подхватили. На торжественной линейке раздавали призы и награды. Олечке досталось благодарственное письмо, а Лизе – грамота. Отец Лизоньки постарался на славу, но Олю никак не расстроило. В школе директор раздавал аттестаты. Красный аттестат и золотую медаль получила Оля. Оля от счастья запрыгала. Лиза получила справку об окончании школы и расстроилась. Самая гордая красавица стала объектом для насмешек. Родители накричали дочь за такой срам. Весь вечер Лиза плакала, а Оля веселилась. К ней подходили одноклассники, но продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.